К большому сожалению, прошлому ролику дали отметку 18+, и он не собрал просмотров. Я очень надеюсь, что этим роликом вы поделитесь с друзьями, сделаете максимальный репост и продвинем алгоритмы Ютуба. Я надеюсь, будем продолжать тенденцию по два ролика в неделю. Просто наглый и безмозглый балбес. Ты думаешь, можешь просто так водить меня за нос, как в 1 ноябре? Думаешь, что тебе так все с рук сойдет? Они сейчас ездят на твоих номерах по городу. Они уже все обо всем знают. Никита, встречай нас! Отъезжай! Никита! Ходишь с этими побрякушками, ты палишь всю контору, все просто... Ну и за счет! ...своими вот этими вот этими вот этими вот этими ерненами. Ну что, мы там уедем! Он унесется! Извух! Андрюха, пожалуйста! Как ты будешь из этого выпутываться? Все, давай! Блядь! Андрюха! Андрюха! Сука! Андрюха! 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 Я был виноват на данный момент, особенно учитывая плохую видимость из-за снегопада. Я был решительным и готовым к любым железням. Мое любопытство только возросло. И я решил следовать за этими загадочными следами. Они привели меня к отдаленному участку заброшенной железной дороги, где должен был быть пропавший поезд. Но я обнаружил только пустые рельсы и мертвую тишину. Друзья, разработчики Хасла Онлайн подготовили для вас новогоднюю сюжетную линию, за которую вы будете получать ценные призы. И если кто-то до сих пор ее не прошел, то вуаля! Скорее терзаем и пользуемся этим крутым моментом. Отправляйтесь вместе с друзьями на увлекательные приключения, где получите кучу эмоций и весело проведете время. А особенно с добавлением квеста про таинственный ледокол, это только добавляет жару. В погоне за этими квестами окутятся сотни, а то и даже тысячи игроков. Ведь нас уже 21 тысяча на всех серверах. Но и самое главное, друзья, не забываем, что сейчас идет розыгрыш моего золотого Гелендвагена, который выиграть может абсолютно каждый из вас. Нужно всего лишь начать прокачивать персонажа с четвертого уровня и каждые два часа получать себе тот самый заветный билетик. Этих билетиков может быть сколько угодно, но выиграет всего лишь один. Шансы на победу есть всегда. Не забываем, что помимо этого Гелика есть еще куча, сотни призов. Это все вы можете узнать по ссылке в телеграм-канале Radmir Hustle Online. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте качать и саму игру по ссылке в описании. Radmir Launcher или Hustle Online к себе на телефон. Не забывайте мой ник при регистрации. Паша Пэлс на четвертом, Паша Пэлл на двенадцатом. Обязательно вводите, даст вам хорошие денежные бонусы и мне, естественно, тоже. Это, кстати, помогает мне играть. Сейчас недавно с пацанами сделали новую банду, но об этом всем я уже расскажу вам в игре. Увидимся, ребята, на сервере. Я вам желаю приятной игры и приятного просмотра. Новые подробности все только начинаются. И в конце вас ждет лютейший эксклюзив. Погнали. А что, никто не выходит-то? Я посигналил. А что, никто не выходит? Здорово. Жень, можно я тебе на пару слов? Можно я тебе на пару слов? А ты что не сказал, что будут боевые патроны? Там у них на территории, блядь. Но ты знаешь, что произошло? Я знаю, что произошло. Ты ходил вокруг. Мы тебе сказали, нужна наша помощь. Мы тебе приедем, поможем. Ты сказал, все у тебя будет четко. Походил, отсмотрел, разведку провел. Ты сказал, у тебя есть подстраховка. Мы нужны тебе. Не, мне-то пацаны помогли уйти. Ты разобрался? Момент-то в другом. То, что когда я шел туда, по факту, проникая на их территорию, и когда мы разговаривали, ты, я, седой, пробыль. Ты сейчас мне что-то предъявит? Ты зачем голос был? Ну, ты извините. Ты мне, когда ты хочешь, что ты из нас... Я, не, подожди, дай мне это сказать, пожалуйста. Ну, я могу голос повышать, но я же ничего не сделал. Ты это прекрасно понимаешь. У меня эмоции зашкаливают. Почему? Потому что тот человек, который шел со мной, его звали Андрей, это тот самый Леший. Ну, я так, облако вам тогда накидал, седым. Но не суть. Мы пошли своей командой, своей бандой. Я был на харизме, на характере, когда проникал туда, к ним, на территорию, зная и уверен в том, что у них холостые. Потому что вы мне, седым, сказали... Какие холостые? Ты проник, у них наружка, ты вокруг сходил, у них сигнализация на всех заборах. Вы мне, седым, сказали, что у них холостые для опугивания животных. Когда они уезжают в экспедицию, они стреляют, там, медведи-не-медведи, волки-не-волки. Вы перелезли через забор, у них сработала сигналка. Ты из-под носа угоняешь у них КАМАЗ, блядь, завалишь, уху знает где. Ты мне что сказал? Выскочу, протараню, все охуенно будет. Все четко будет, правильно ты мне сказал? Ну, я увидел, что никого нету. Все, залез, завел, блядь, уехал. Он мог вообще, кстати, не завестись. Ты седел по красоте? Ну, в смысле, блядь, по красоте, нахуй. Я теперь даже не знаю, как не быть в глазах Вадима, нахуй, из-за этого Андрея, блядь. Что? Ну, Вадима, это меньшая проблема из-за Вадима. Знаешь, кто эти люди, блядь? Ты же, я тебе рассказывал, ты все равно не слушаешь и не принимаешь их всерьез. Ты знаешь, что сейчас они вообще используют твои номера? Ездят по морду. Ты седого, блядь, подставил очень сильно. Когда он попросил, чтобы, блядь, на твоей базе они обслуживались, чтобы они ближе, они ближе к тебе были. А что ты сделал? Ты смотри на меня. Че ты, блядь, уводишь? Они, что ты сделал? Ты начал на сервестных тачках, которые на обслуживании ездить, выезжать, кататься, кайфовать. Они знают, что кто ты и что ты, а теперь они охотятся за такого. Еще одна машинка. Рома, Рома, у нас палево. Так, они скрылись, нам бы сразу убежать, бежим, бежим сюда. И одна уже из этих тачек, на которых номерах ездит по этому городу, блядь. Да я знаю, на номерах 707. Я видел, а на каких еще номерах они ездят? Ты что ж, да, ты что ж, да я, да там... У тебя же тоже есть информация, ты получаешь от седого. Они могут дубли, блядь, поехать за тысячу рублей, повесить любой твой номер и кататься, и ждать, пока ты тормознешь и высадишь их на ту. И вот тогда они точно, блядь, сорвут у тебя камеру или в жопу сотолкают, или, блядь, заберут тебя и больше мы им никто никогда тебя не найдет, блядь. И ты, как всегда, халатно к этому отнесся. И то, что по твоей венере случилось твоим Андреем что-то, не надо тут никого обвинять, понимаешь? Короче, блядь, пи***у нахуй. Хотите сами нахуй со своим седым, блядь, блядь, берите нахуй и делайте. Я больше с вами в команде состоять не буду. Я и так разговаривать не хотел в тот момент. Спокойно, Валер, успокойно. Валер, ты меня спрашиваешь, что я кричу? Я товарища своего близкого, блядь, потерял нахуй. Я спрашиваю, что я кричу. Да идите нахуй, пи***у нахуй. Пи***у нахуй. Он сейчас умерет, блядь, кричу нахуй. Как вам сказать? Так, пи***у нахуй. Пи***у нахуй я сделаю пазда, пи***у нахуй к вас своему. Просто берегитесь все, блядь. Каждый хочет быть здесь основным в этом городе, но забывает о главном, блядь. Забывает о главном, блядь. Все, 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 не, 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 до свидания. Не, не, Жень, все, я честно не хотел. Я знаю, вот все, пацаны, я выкладываю материал. Мне пупуй, блядь. Мне пупуй на туре. Я извиняюсь за мат, извиняюсь за выживание. Ну, поймите меня, мою душу. Когда я с ним встречался и покупал у него гелик, мы разговаривали с ним, мы разошлись. Я спросил про Седова, про экспедицию, про гелики и так далее. И как раз таки с этого момента пошла возня. О, он едет. Догоняет меня на Мерседесе на своем. Не надо, Жень, все. Все уже потеряно, все уже потрачено. Я буду следовать теперь сам своей дорогой, блядь. То, что я угнал КамАЗ, ребята, я вам так скажу. Просто извините меня тоже. И поймите меня правильно. Я не я один в этой большой лодке. В этой лодке Женя, Седой и я. Просто я не говорил вам про те самые моменты касательно всех этих экспедиций, всей этой ситуации и так далее, блядь. Не надо, не надо, Жень. Не надо, не надо, не надо, не догоняй. Дальше. Правильно, вот они уже, блядь, на Кашкай, блядь, сука. Вот они меня уже фишкуют, нахуй, тут самый Кашкай, блядь. Сука, блядь, приехали домой, надо. Тут самый же вроде, это самый, не Кашкай, или как он называется, сука, Навара это, блядь. Точно, Навара, когда я Урал выгонял, стояла Навара, блядь. Ну, что ты, Женя, ну, что ты едешь-то со мной? Ребят, просто хочу попросить прощения у вас, то, что я не все вам рассказывал, а не рассказывал вам не все. Просто почему-то потому, что те люди, которые смотрят, наблюдают за мной, они не должны знать полную правду. Вот и все. Ты видел? Вон они стоят уже. И мне теперь это одному разгребать. Я тебе по что говорю? Самый умный, самый взрослый, или ты решаешь вопрос один, или мы сейчас ездим, спокойно головой к Сидому, общаемся за эти все темы. Есть проблема, надо ее решать, блядь. Понимаешь ты меня или нет? Хоть раз, блядь, меня послушай, блядь. У тебя есть возможность добиться информации, он жив хотя бы этот Андрей, или все, или с ним покончено? Если ты в серику будешь наводить, то не будет никакой информации. Надо, блядь, остыть, понимаешь? И принять нормальное, свежее решение. Вдруг там он живой, блядь, надо ехать и разбираться. Естественно, без Сидого мы туда не полезем. Просто мне так кажется, Жень, вот просто запомним мы ее смелостью слова. Мы с тобой долго не общались. Потом, когда я забрал у тебя гелик, мы с тобой разговорились, пошли эти моменты про Сидым. Я не стал снимать вот эти все мутки, которые происходили. Пускай это сейчас вскроется. Кто поймет, тот поймет. Кто простит, тот простит. Правильно сделать свой выбор. Но честно тебе скажу, что у меня на душе. Вот сколько я через прошел с тобой, через огонь и воду, через все, что можно. Ты мне тормозил где надо и так далее. И буквально вот с одного момента не пообщавшись с тобой, вот ну сколько, вот ну практически год. Я не знаю, блядь. Я тебя не осуждаю. Просто не всегда под твою дуку все играют. А тут начал с тобой общаться и прям по писяке все пошло нахуй. Подуй меня правильно. Ты не можешь за всех подумать. Из-за этого всегда проблема, ты понимаешь? Нужно хитрее быть, умнее, лучше и сильнее. Понимаешь? Алло, да, Антоха? Извини, пожалуйста, одну секунду. Да, что-то срочно. Что-то мне все написано. Да ну нахуй. Серьезно? Что случилось? Да, да, давай, все, я понял. Сейчас перезвоню тебе, давай. Давай, сейчас перезвоню. Все нормально, не бери в голову. Давай, выдыхай, я встречу с Сидым назначу. Пообщаемся, придем к общему зданию. Не понравится? Дай бог тебе здоровья, иди с ним. Надо вопрос решать. По взрослому, играм. Давай, если мне что-то не понравится. Ну и Сидым, у вас своя дорога, у меня с пацанами своя дорога. Идет? Так всегда, конечно. Давай. Давай. Все. Сложно, сука. Возвольт в ситуации. Сука. Рома! 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 Ром! Давай быстрее. Мне Антоха позвонил, там делю газ срочно. Ты видишь, Навара стоит. Просто слышно, они так встали, и сигналка не сработала. Ну-ка сейчас увидел. Короче, просто наблюдай за ними фишку. Я поехал до Антохи. 22-го прогрей мне, и я пока курс заказ загоню. Как слезой дождь обоет бойцов, что пришли сюда, Что остались здесь навсегда. Под пранской землю уснули герои тяжелым сном. Как слезой дождь обоет бойцов, что пришли сюда, Что остались здесь навсегда. Под пранской землю... Братан, скажи сейчас еще раз под камеру. Я просто только включил. Я вот смотри, сейчас я проезжаю Лукойл. Это тот самый, где он нас и поджидал. Давай езжай сюда, где я живу. Где он, естественно, профессионал что-то. Короче, давай сюда подъезжай, где я живу. Ну, а не было хвоста, вот когда мы разъехались тогда, И он уехал на Иксе. Мы еще ехали с Ромой на Экусе. И я думаю, не дай бог он за тобой проследит. Я же тебе позвонил еще тогда. Я же спросил, есть ли хвост за тобой или там нету. Да не было. Я вижу, что где-то там в ОМОНе было. Я заехал, зарядку забрал и уехал. Хату закрыл, все окей. И вот сейчас приехал и пи... Короче, братан, давай разворачивайся, короче, в Транду. Ты дом закрыл, чтобы туда больше не возвращаться. Просто видишь, в чем прикол. Нельзя сейчас там долго находиться. По одной простой причине. Они могут так же следить, фишковать, зная, что я туда могу приехать. Сейчас может быть облава, пи... Да тут нету никого рядом. Тут нету никого. Я уже все профишковал, проходил все дворы и все. Тут нет никого. А хата пиздец там все вынесли, разворотили все. Мне ее закрыть надо, братан. Там замки все слизанные. Нет, пойми, что... Здорово, блядя. Здорово, что ты, как сам-то, не пострадал? Все нормально? Да, нет, нормально. Все чисто, я двор походил. Тачка закрыта у тебя на всякий случай? Никого в машине нету? Нет. Тачка нету сам. Давай в темпе, братишка, потому что, блядь, я тебе говорю, это хорошим не пахнет. Нам одним вообще нельзя оставаться. Что такое? А? Что ты говоришь? Ну да, минус пятая с на улице. Да такое седе у нас давным-давно не было. Ёб твою дивизию, блядь. Беда за бедой, су... Ну ты что, я соседка... Она тоже как ни хера не слышала. То ли она врет нахуй, то ли огуржная. Ну потому что приспаливая и тихо, там нереально было так сделать. Блядь. Ну все, вышли, сука, заткинулись, пошла беда за бедой. Ну тварь, сука, ну черти, я же сказал. Все действия, если вы хотите там против меня вести, промышлять, приезжайте, встречайте. У меня в деревне. Ко мне в город. Так они, сука, решили все равно действовать. Вот там, просто ходят. Смотри, как грамотно все спилили, я не знаю, ключ вот... А, ну да, он просто в это самое, в свободном ходу прошел. Ёб твою. А что ты... Ой, блядь. А что так пахнет, нахуй? Может они въебали, как-то, баллон, который у меня в штрафе стоял. Дерзали. Да, газом подожди. Су... Смотри, все взагали нахуй. Что они искали? Ну да, все повыломали. Криздец, надо. Ну-ка эту штору, штору отмахни. Он кружки битые, наверное, просто... Ты смотри, в натуре, да, все повыломали. Значит, что-то искали нахуй. Они знали-то, видимо, что тебя дома нету. И воспользовались этой херней. А как они могли знать? Значит, фишкуют. И вполне вероятно, что сейчас даже они фишкуют. Вот что прикол был, братан. Нам нельзя задерживаться, нам нужно уезжать. Тем более, что я тебе не рассказал, там беда пиздец у меня случилась вчера, братан. Если б ты только знал нам. Да там я тебе расскажу потом. Леший, который следил за нами все это время, все эти пять лет. Это был Андрей. От Вадима. Оказывается. Так вот, вчера, блядь, его... Короче... Охуеть, просто ебать, да. Давай, я сейчас кинул сюда, закажу. Люди приедут, если бы разберутся. На кухне то же самое. Все разломали, да? А нахер? Зачем ты, Аня, дверь-то? Или у тебя эта дверь была закрыта? Это закрыто все было. Ага. Вон туалет, нахуй. А толчок-то, блядь, зачем? Ёб твою дивизию. Просто пиздец. Нихуя себе, они реально всю твою хату разнесли, блядь. Сука. Если, блядь, пошел такой беспредел, то, мне кажется, они пойдут на многое, блядь. Они заряжены, блядь. Теперь творить дальше на... Здесь чепуху сваливать. Вот пизда, да. Ладно, все. Так, все, ничего критичного, ничего особого. Везде все прошмонали. Ничего не нашли, ничего ценного не взяли? Да у меня тут особо ничего не было. Ага. Все нормально, я посмотрел. Вон, тумбочки пиздец. Все в гримах. Не, братан. Я хуй, знаешь, не... Надо валить. Надо валить, надо уходить. Потому что любая, любая сейчас движуха, любая машина, все. Все под прицелом, все под контролем. И тем более, знаешь, что меня еще душу мою тревожит? То, что ты живешь, блядь, в Болт районе. Вот, что меня тревожит. То, что они здесь находятся, недалеко отсюда. Я еще тогда это понял. Сука. А теперь они точно знают, видишь, они проследили за тобой. Они точно знают, где ты живешь. Где ты находишься. Блядь, я тебе говорю, это может хуй, кончиться. Все, валим, братан. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Прям так, бросай, оставляй. Все, и лучше не появляйся здесь. Тебе нужно быть в деревне, братан. Будь с нами в Мамоново. Никуда сюда больше не приезжай. Я тебе умоляю. Блядь, я не знаю, что делать, братан. Там пиздец. А что с этим-то? Поехали в Мамоново, расскажу тебе. Погнали. Закрывайся тут, выключай. Блядь, а как? Дверь ни нахуй не закрывается даже. Как мне ее нахуй закрыть сейчас? О, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Да, паршивый денек выдался. Ничего страшного. Нас ничего не сломит. Ничего не опустит. И ничего не собьет с колеи. Да, все идет, как идет. Так получается. Так выходит. Но от этого мы становимся только сильнее. Ну-ка, братан, сделай еще пару пятачков. Я только хотел выйти посмотреть. Ну, сделай, сделай еще пару пятачков. У него постоянный полный привод, да, крутит? Да, 53. Ну-ка, ну-ка, сделай. Антоха, довольный. Доделал, наконец-таки, Субарь. Смотрите, как крути. Самое интересное, что у Субаря... Опа-опа-опа! Самое интересное, что у него постоянный полный привод. Его тяжело раскачать. Это надо скорость, братан, не с места. На выворот с места не надо мощно. Чуть-чуть скорости, да? Шрус. Шрус, шрус, да, это у них больное место. Шрус, кстати, я, скорее всего, сломал, когда с канавы вылетал. Помните, друзья, был момент? И видите, у него передний привод крутит? Делай, 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 а то... Ворот! Все, 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 хорош, хорош. Все, все. Хорош, 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 хорош. Вот, красиво. Что хотел сказать? Передний привод крутит, колеса вот эти вот, когда на вывороте снег летит. Ну, нереальная красота. Да. Когда не там у тебя фигачит снег, а когда вот здесь на вывороте и просто вот такой вот фейерверк... Фигачит снег, блядь, ну... Оставил новый радиатор, его новое поставил, блядь... Но лошадок не прибавилось, да? Нет, пока ничего не делал. Просто чуть-чуть оживляешь его, да? Ну да, здесь у меня, конечно, блядь... Кто его тюнил, да? Такие тюнеры-мамки-то были, пиздец, короче. Ну, местные какие-то, или в Белоруссии, может быть. Я не знаю, сделали, короче, все по заводу, как оно должно быть. Едет, может быть, чуточку хуже, чуточку лучше, но и непонятно. Но будет ехать еще лучше, будет дорабатывать этот момент, то есть... Ну да, сейчас по трассе красиво тоже с места попробую дернуть трехлитрового дизеляку. Поехали, кстати, до меня. Я хочу кое-чего показать для всех. Ну и тебе тоже покажу. Ты как бы и так, понятное дело, в курсе, но ты сейчас охренеешь, что я хочу сделать для всех. То, что я таил в секрете, сейчас будет и в секрете. Поехали, я за тобой. Я просто знаю. Нет, ты знаешь, да, но... Ну поехали, я сейчас тебе расскажу по дороге, погнали. Кресты хранить, иди. Честно говоря, я даже не знаю, как выключаются здесь блокировки. Ну вот, его вообще не несет. Он сразу чик, весь моргает, подсвечивается. Блин, нифига себе он втопил, блин. Охренеть. Да, едет сильно, мощно. Не вставали, конечно, с ним сейчас нос к носу, но... Вид имеет он точно на точку. Надо спросить, как жалеет он, кстати, насчет Семерки. Ну вообще, кардинально разные машины, на самом деле. Че, не важно. Садись ко мне. Да все, решим, е-мое. Ну че ты начинаешь? Да нормально все. С кем он-то по телефону? Сейчас, ребят, для вас будет мощный эксклюзив. Готовьтесь. Я долго этого... Решим вопрос. Стал долго, я потерпел. Ну решим вопрос. Я понял. Да че там? Все, давай. Че случилось? Ты с кем такой? К мамам в хаку зашли. А, в эту разербанину? Да, пиздец. Да ладно, че? Блядь, ни сука, черти. Завтра заниматься буду уже. Квартира, ты есть. Бля, ну я вообще в ахерене. Да вместе, вместе сделаем, поможем. Че, блин, замки и... Блядь, я не знаю, решетки поставим на двери. Сука, пидарасы, конечно. Вот я сейчас чувствую, они будут по каждому из нас проходиться. Телеграме, кстати, у себя там, если что будет, тоже публикуй. Пускай и знают, черти. Пусть они, пусть они все знают, узнают, кто, что за люди вообще. Субарик, кстати, в телегу тоже постил, нет? Ну сейчас пока нет, я только вот его оживил, вот когда там два дня назад. Показывай, рассказывай, если что. Он пока, видишь, там то сям, то это, вообще, а то с хатой сейчас, еще субарик там тоже. С хатой я тебе говорю, братан, вот просто пока мысли от вени, нормально все будет. Вот все с субарем раскидались, более-менее, все, нормально. Я это самое, короче, тут подумал и решил. Моменты некоторые же произошли. Что касаемо Андрея, кстати, по Андрею есть некоторые вопросы у меня закроились. Я их пока не озвучиваю вслух, ну потому что ни к чему, я считаю. Просто один был момент, когда он там забежал в гелик. Либо это был он в масхалате, либо не он. Когда скайлайт двухдверный, помнишь, возле моей базы фишковал? Да. В тот же момент. И гелик подготовленный тоже где-то рядом обитал, и чувак в масхалате запрыгнул тогда в гелендоз. Ну я не думаю, что это какая-то авантюра или еще чего-то. Ну ладно, мы над этим подумаем с пацанами. Короче, момент в следующем. Эти пи***расы мстят сейчас всем. Твою квартиру обхреначили. Еще одну хрень сделали, которую я сейчас пока вообще говорить не буду. Я хочу завтра поехать взять машину эту эксклюзивную, которую сейчас покажу, всем расскажу. Все-таки решил об этом рассказать? Да, братан, это будет. Это будет, и это будет прямо сейчас. Я возьму эту тачку и поеду еще один кипиш посмотрю. Потому что они створили еще более чем нечто. Квартиры это даже покажутся небольшие салочки. Короче, ребята, вы готовы? Я открываю на счет три этот ключ. Это на самом деле мне стоит многого. Просто потому, что сейчас я признаю на большую аудиторию насчет тех самых ящиков и не только. То бишь их хабара. И куда я этот хабар потратил? Ради чего они нам, суки, эти падлы мстят? Как слезой дождя моет бойцов, что пришли сюда. Друзья, прямо сейчас переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал и наблюдайте за всем эксклюзивом, который происходит. Но и самое главное, зацените эту очень тайную машину. Это самый дорогой автомобиль, который у меня вообще был когда-либо. И не забудьте подписаться, потому что это только для подписчиков моего телеграм-канала. Субтитры сделал DimaTorzok